приветствую друзья в этом видео я сделаю краткий психологический портрет екатерины осачи полный вы можете посмотреть по на патреоне ссылка будет в описании к этому видео более того там вы можете больше узнать бесплатном курсе по физиогномики и о индивидуальной консультации собственно физиогномический этот психологический портрет я буду описывать с помощью физиогномики и так что мы здесь видим мы здесь видим довольно-таки высокую клиновидную челюсть складки от чеки к челюсти аппетитный рот губы развитые но очень похоже что как минимум верхняя была подкована глаза глаза небольшие глаза небольшие лоб высокий между прямым и среднескошенным вдавленная переносится давайте посмотрим где тут фото у нас да вот здесь видно что переносится вдавленная слегка глаза тоже глубоко посажены и выступающий подбородочек собственно здесь мы возьмем такие самые основные моменты судя по пропорциям лица мы можем говорить о том что екатерина является довольно напористой девушкой сильной давящей но где-то это может обратная сторона этого быть как ригидность как жесткость как нежелание уступать хорошие интеллектуальные потенциалы прекрасно балансируется он с эмоциональной естественностью интуиции запредельно нет но есть хорошо проработанная и проработанная изначально довольно таки хорошая проницательность нет абсолютно никаких иллюзий если мы говорим про подбородочек то этот подбородок позволяет ей вести вербальную коммуникацию но в том плане что чем сильнее выражен подбородок да тем больше чем хочется вербальной коммуникации говорить рассказывать повествовать и для профессии журналиста это прям ну то что надо поэтому да здесь нет перебора он не чрезмерно выступающий но вполне достаточный для того чтобы мотивировать себя бессознательно о чем-то говорить о чем-то рассказывать но самый интересный момент заключается в следующем обратите внимание вот здесь в этой части и немножечко начинают уходить волосы как вы знаете волосы это наша естественность это наша животность это волос что такое наша животность это проявление так как мы хотим да проявление того как мы чувствуем на самом деле без социальных каких-то обязательств без норм поведения и правил вот это к чувству я так хочу и все и когда у человека здесь по центру треугольничек это человек который поступает согласно своим внутренним убеждениям его переубедить крайне сложно заставить делать то что он хочет то что он не хочет ну практически невозможно когда волосы уходят человек уже сам себе продает рациональную историю что так выгодно правильно полезно к чему я все рассказываю потому что в принципе такой портрет девушки если говорить про семейную жизнь ну не идеальный в плане социальных ожиданий почему потому что такая девушка часто будет более сильной чем парень более напористый более упертый она не будет хотеть адаптироваться подстраиваться да собственно она не будет вести себя так как это ожидается или так как хотелось бы например там мужчине и здесь могут быть проблемы но здесь мы видим уходят волосы собственно они уходят по центру ближе с левой стороны собственно и потихонечку какой-то период времени начала себя контролировать начала поступать не так как хочет конкретно в домашних семейных бытовых вопросов собственно выглядит это с точки зрения физиономики так как она начала уступать супругу она видимо понимала что в чем-то она сильнее в чем-то она более напористая стресс устойчивая и могла бы сделать так как она считает правильно и нужно но она себя контролировала для того чтобы ну собственно она свою женскую роль да в семье хотела выполнять и позволяла супругу выполнять свою мужскую роль более детальный разбор вы можете посмотреть на патреоне ссылочка на патреон находится в описании к этому видео также пожалуйста пишите какие у вас еще вопросы есть по екатерине сачи или кого вы хотели бы еще увидеть физиономический разбор увидимся в следующем видео пока пока